Существуют. А ведь что? Достаточно было что сделать? Не надо было бы, я считаю, что воевать Российская Федерация не должна. И сейчас, тем более, засеве вообще не должна. Значит, ну, там пришла, вот есть информация такая, обсуждается, что вот греет большая война летом 2017 года. Ну, чтобы, в общем, понятное дело, на волне, на гребне этой волны там кого-то еще внести в Крым. Легитим. Потому что нужна легитимность. Я думаю, что этой войны не будет, потому что не хватит у них духу. Не хватит. Это не Чечня. В прошлый раз на Чеченской войне, вот на этом, как бы, они сделали президента. Но в данный момент это не Чечня, как бы, условно внутреннее дело России. А Украина не Чечня. Украина не Чечня. И ситуация другая. Да, там Российская Федерация, она может там себе обеспечить продовольствием, еще чем-то. Но страна завязана на Запад конкретно. Ну и плюс, компания на Украине, она может завершиться разными чудесами. Совершенно разными. Ну, как бы, вот считается, что на стороне Российской Федерации будут воевать. Готовят. То есть, и добровольцев, в том числе, которые были в ДНР. А на стороне Украины будут воевать и поляки, и американцы, и канадцы, и все знаете. Понимаете? И там не все так просто. Не все так просто. Значит, шапками закидать, как вот в Чечне, оно, я думаю, что не получится. Дело не в том, что там на Украине будет воевать. Среди местного населения никто не будет воевать. Но подтянуть других. Подтянуть других. Ну, и я так полагаю, что у Запада есть ручные инструменты для того, чтобы дух, боевой дух Кремле, там, загасить. Ну, и нужно было в свое время дать оружие, там, Ковчанам, дать оружие людям в Днепре, в Запорожье, в Херсоничине, в Одессе, в первую очередь, ждали. В Одессе ждали оружие. Нужно было оружие. Сотню автоматов нужно. Ничего. Нет. Товарищи в Кремле настроены русофобски. Как это русские проснутся? Да такого не может быть. Да вы что? Не-не-не-не-не. Ну, теперь, когда у них засветили, как бы, еще такие, не очень хорошие времена. В общем-то, там, может кое для кого кончится, так сказать, хреново. А вот и уже полилось. Братья и сестры. Ну, тут уже. Еще не сказали этого слова. Ну, вот они скажут. Вот они скажут. Так. Юрий СПБ. Доброго суток, Владислав. Линовые сыновики получают слишком низкую зарплату, чтобы защищать сегодняшнюю власть. Ну, они же как-то крутятся там. Крутятся. Значит, ну, даже эта низкая зарплата, она все равно какая-то зарплата. Какая-то стабильность. Защищать, конечно, никто не будет. Даже вот Росгвардия, я так полагаю, вот, ведь, знаете, что интересно. У нас вот любят эти либералы, значит, говорить о том, что вот у нас наш вождь и учитель Егор Тимурович Гайдар и так далее и тому подобное. Вот. А на самом деле тут Иларионов, которого эти либералы в последнее время подзабыли, подзабыли Иларионова, бывшего советника президента Российской Федерации, он, значит, достал тут всякие высказывания того же самого Гайдара и сказал, это, в общем-то, реализация, вот создание Росгвардии, это реализация заветов Егора Тимуровича, который когда-то там в серии лекций, он там где-то читал лекции перед публикой такой, перед эстеброшментом, он заявил, что проигрывает тот режим, у которого нет последнего полка, чтобы стрелять в народ. Вот нет последнего полка, чтобы стрелять в народ. Вот этот режим и проиграет. Вот не было у Людовика XVI во время Великой Французской революции верного полка, чтобы стрелять в народ. И все, он пролетел. У Николая II не было, и все, он пролетел. Поэтому, значит, он завещал Кремлю обязательно иметь такой полк. Поэтому и создали Росгвардию в расчете на то, что это будет тот самый полк, который будет стрелять в народ. Для этого, так полагаю, что и все вот эти игры работы с Рамзаном Кадыровым. Ну, пришлет он вот этот самый последний полк. На самом деле, даже вот, казалось бы, да, огромная страна. Какие-то массы играют роль. На самом деле играет роль несколько тысяч человек. Но опять же, понимаете, если созрели условия, условия политические, в общем, страна созрела, никакой последний полк не поможет. Вот Егор Тимуриевич, он, так сказать, изучал марксизм, и он должен понимать это. Кое-что Маркс отмечал совершенно правильно. Во Франции созрели условия, все, так сказать, монархия, она сгнила, она никому не нужна. В Российской Федерации та же самая история. Та же самая история. Народам, я не говорю, что русскому народу, народам, значит, все уже надоело. Самок надоел. А самок, он продолжается. Читаю, допустим, в Москве, в Москве решили расселять пятиэтажки. И на это нужно 3,5 триллиона рублей. Значит, это где-то порядка 60 миллиардов долларов. Значит, что к чему, ну просто объясню. В первую очередь, ну пятиэтажки, ну люди живут в этих пятиэтажках, ну и пусть живут. Почему за счет других людей их должны куда-то расселять? Непонятно. Абсолютно. Стоят пятиэтажки, там люди живут, еще простоят. Вот. А нужно для чего? Потому что понастроили квартир, заложили в банках, попилили деньги и спрятали на западе. И теперь нужно эти квартиры куда-то сбагрить. Сбагрить куда? Вот в эти пятиэтажки. Ну там, какonder послеầuетов брака. Мх это заменит на спиновнике, но интересно их услугить. Но они может стать бомбочкой. То есть, чьи... Вот, кто понастроил дома? Вот эти, которые не заселенные... Непроданные. Чиновник и депутаты. Им нужно пристроить. Существует еще строительный комплекс Москвы, которые нужно одностроить. النا由 Снижать цены они не будут, не хотят, там все заложено, деньги попили. Дома стоят, квартиры не купили, а деньги попили. Районы стоят в незаселенной квартире. Поэтому мы решили вот такую воровайку. Потому что чистой воды воровайка. Решили свои проблемы. 60 миллиардов долларов, которые хотят, московские пятиэтажки, а сейчас я слышал, читал, что на всю Россию хотят распространить. Так вот только 60 миллиардов долларов для Москвы это можно отрасль промышленности построить. Отрасль. Понимаете? Людям нужно дать возможность заработать. Они сами из этих пятиэтажек выйдут, купят там, где им нужно, где им интересно, нигде им дадут. А то, знаете, они там зайцев убивают. Людям предъявляют решение, что да, вот сейчас сносим перед пятиэтажкой. А куда вам? А вот вам вот туда-то, туда-туда-туда. А можно туда? Нет, нельзя. Вот туда вот и все. Вот вам ордер и иди. Вали. Это очередной виток воровайки. Грандиозный. Страна находится в ваховой ситуации. Экономика в ваховой ситуации. Нет, давай расселять пятиэтажки. Вот пример. Нет. То есть у этих людей совершенно нет никакого чувства здравого смысла вообще в своей собственной родине, в своей стране. Здравого смысла никакого нет. Свой карман им всегда ближе. Свой карман им всегда ближе. Так. Роман-2. У нас на все лады свистели, что система про неэффективна. Так как боеголовка может разделяться в полете. Так у них, самое что интересно, у них разделяющиеся боеголовки у вот этих самых противоракет американских. То есть она тоже разделяется. Значит, причем так разделяется запасом. На 16 штук там, значит, обладающих той же самой кинетической энергии, что и несущей части. Ну, то есть разгонная часть, она разгоняется, разделяется боеголовка. Значит, во-первых, существуют информационные системы, расчетные системы, американцами созданные, которые отделяют ложную цель от настоящей. Методов масса. Много. Главное – вычислительные возможности. Вычислительные возможности сейчас позволяют это сделать. На всякий случай противоракета имеет ту же разделяющуюся головную часть. Так что проблема, наверное, решается. Астас Владислав. В доме прорабатывают закон, который позволит стрелять по народу карателям из Росгвардии. Ну, да, бои могут на бумаге все что угодно написать. Можно и не писать на бумаге. Вопрос не в том, что там нужен закон. То есть человек, который там должен стрелять, он не будет спрашивать, а есть такой закон или нет. Он либо будет стрелять, если такой закон есть. Не важно есть. Если приказ такой поступил, он готов его выполнить. Либо не будет. Я так полагаю, что, знаете, когда наступит момент. Знаете, я рассказывал, что в России всегда все внезапно происходит. Все внезапно. И Павла Первого убили. Внезапно грохнули. И революция февральская внезапно случилась. Октябрьская не совсем внезапно. И 1991 год ГКЧП внезапно. И Ельцин ушел внезапно. И нынешняя ситуация тоже как-то завершится внезапно. Как она будет внезапно? Это все в течение дня двух. День, два, три. Вот ГКЧП. Сколько времени было? Три дня. 19-го началось. 22-го уже все. Мы жили в другой стране. Так и в этот раз. Там доски даже не успеют что-то достать. Я так полагаю. Просто разбегутся и все. Скажут. Нет, мы сейчас будем выполнять решение. Народного правительства. Еще что-то. Что там они придумали? Они сами наверху между собой вцепятся. Это гарантированно. Гарантированно. Даниил. Сегодня показали, что полстраны живет в бараках. Какие пятиэтажки? Тут бараки бы расселить. Петрозаводский вообще кошмарные дела. Проведи там финно-референдум. Как в Крыму. Думаю, 140% было бы за Финляндию. Вы что думаете, финно бы стали расселять бесплатно? Да. У нас в Российской Федерации решают кремлевские власти. По советскому принципу. Ага. Смотри. Человек бедный. Крыши над головой нет. Ну давай мы построим дом поселить. А нужно не дом поселить. А нужно научить работать. Будучи. Обучить его. Обучить. Обучить. Написать такие законы, правила, чтобы у человека была мотивация. А так оно не закончится никогда. Мы же давай размещали как-то материал про американский город мечты. Ну условно город мечты. Когда американцы в 61 год у них такого программа решили, что надо будет тоже облагодетельствовать вот этих бедных. Мы строили огромный там квартал. Чуть ли не целый город. Замечательные дома. Дома. Там рассадь криминала, наркомании и всего того. Вот в этом месте. Еще больше. Потому что он притягивал других людей. Ага. Здесь то лучше. Здесь то лучше. Поэтому нужно создавать. Не то что создавать. Помогать человеку самому заработать. Нормально заработать. Создавать условия. А если он не хочет работать. Не значит что ему нужно заключить это самое там. Давать бесплатно. Это другой вопрос. А условия создавать ему нужно. Условий вот в Российской Федерации нет. Так. АНБ. Добрый вечер Владислав. Последний полк это конечно глупость. Как у Людовика так и у Николая они были. А вот людей которые смогли бы отдать приказ не было. Ну это и есть последний полк людей которые там приказ не отдадут. Люди которые приказ не отдадут там. Игорь про Сирию прочитал в интернете что там именно там территориально те места в которых Каин убил Ария. То есть место имеет мистическое значение. Ну вообще вот это маск он имеет тоже мистическое значение. Там Саул которого послали иудеи и фарисеи преследовать этих самых последователей христианства. И вот там Саул обрел как бы некое новое видение. И стал Павлом. Который фактически основал христианскую церковь. Ну это считается это легенда. Но тем не менее я думаю что какой-то предтечи этого Павла какой-то был. Прообраз какого-то. Павла был. И произошло это чудо с ним в Дамаске. И вот в этих местах там много чего происходило. В этих местах там много чего происходило. Конечно это вот такие мистические места. Мистические места. Тот же самый Алеппо. Это Алеппо я читал. Его начали заселять там 8000 лет назад. Ну есть такие там заселения. Возможно в допотопный период. Это Алеппо стали заселять. И так же как бы там другие города. И то же самое Дамаски. Стали заселять какие-то люди. Какие-то культуры. Уходящие корнями в какую-то глубочайшую древность. Поэтому именно в этих местах и сохранились скорее всего знания. Допотопные какие-то знания. И носители именно там и были. То есть они выжили. Вокруг процветал уже другой мир. Но они в этом мире заняли соответствующее положение. И естественно свои вот эти тайные знания они передавали своим наследникам. Так. Папа Улья. Здравствуйте. У нас появилась новость о рассекречивании большого числа архивных документов. К НКВД и КДБ с 30-х. Ну давай. Много ли они рассекретят?